Приветствую вас и мужчина, безусловно, не имеет возможности с вами общаться, по какой причине, ну, может быть, у него сейчас какие-то дела и так далее, об этом он написал Александр, я хотел бы сказать, что вот попробуйте проанализировать ваш диалог, который был, и подумать, не было ли в нём что-то такое, чего бы парень хотел бы, а вы нет, ну, может быть, он хотел как-то с вами близится быстро, может быть, хотел встретиться, может быть, ещё что-то, а вы ему как-то отказали, вот не было ли факта отказа в вашем общении с ним, потому что, если факт отказа был, то ему не понравилось именно это, ему не понравилось именно то, что вы ему отказали, в результате чего, ну, он, собственно говоря, и перестал с вами общаться, потому что мужчине, ну, неприемлемо принимать отголос от женщин, так бы, по крайней мере, он считает, и если так было, то это означает, что да, он с вами не хочет общаться, потому что считает, что ничего из того, что хочет он, ему с вами не встретит. Разобейте его в этом, конечно, у вас не получится, вы не должны, вы имеете полное право стоять на своём, а значит, просто мужчина не готов вас завоёвывать. Так тоже бывает, к сожалению. Что касается других моментов, то, конечно, вам нужно ему написать, чтобы это подтвердить. Вот, просто написать, напишите ему, там, просто привет, чем занимаешься, там, как у тебя настроение, и прочее. И посмотрите, как он с вами будет общаться. Если охотно, то, значит, тогда у него просто были временные проблемы, и он может быть сняться вам написать. Такое тоже бывает. Если вы увидите, что общается неохотно, отвечает разносложно, значит, что ему больше не интересно. И это тоже нужно спокойно воспринимать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Продолжение следует...